Научился ли я полностью не обращать внимания на мнение окружающих обо мне? Или стал ли абсолютно пофиг? Нет, абсолютно пофиг не стал, я думаю, что пофиг не станет ни одному нормальному человеку, живущему в обществе. Но, если мне это нужно, я умею отключать мнение окружающих обо мне. Что помогло? Помогло три вещи. Первое, это некоторые выходки в прошлом. Пранки. Второе, помогают постоянные публичные выступления и помогает искренность с людьми. Вот из этих трех вещей произошел так называемый клик в сознании. Клик – это аха-момент, то, чего раньше я не понимал, и теперь все стало совершенно ясно. Насчет этих кликов нужно с самого начала выяснить, что лучшие клики – это не те, которые мы взяли у кого-то, потому что он поделился своими мнениями, либо даже иллюзиями, которые у него развеялись. Самые сильные клики, глубочайшие, это те, которые мы создали в своем сознании самостоятельно. И создать их можно действиями. Поэтому изначально мотивирую вас очень сильно проделывать эти вещи самостоятельно. Пранки, выходки с незнакомцами в тех ситуациях, где ставки невысоки, которые не имеют последствий на вашу жизнь. Публичные выступления и искренность с людьми. Теперь о трех иллюзиях, которые во мне до этого клика в сознании жили. До них я расскажу вам место, которое занимает в нашей жизни, на карте нашей жизни, что люди думают о нас. Смотрите, вот эта площадка, мы находимся на ней по умолчанию, уровень номер ноль. Вверх идет два пролета лестницы и вниз одна. Вверх, первое, это ваше видение себя, кем вы хотите быть, и видение продукта, что вы хотите сделать. И второй пролет вверх, это выполнение. Подчеркиваю, одну очень интересную вещь, что стратегия, вот первый пролет лестницы и планирование, формальное планирование, это не совсем точные слова. Есть люди, которые достигают очень многого, не имея формальной стратегии. Как? У них есть видение. Они себе отчетливо представляют, чего они хотят. И потом, второй пролет лестницы, это исполнение, это смелость, это дисциплина. И вниз от уровня номер ноль идет лестница, она огромная, как потемкинская лестница вниз. Ступеник не счесть, это отвлечение от видения и от исполнения этого видения. И я думаю, что где-то на самых нижних ступеньках этих отвлечений находится отвлечение. Что же они про меня тут все думают? Не нужно топать вниз по этой лестнице. Только мы себя ловим в сознании, что, о, сейчас, видимо, они про меня здесь все думают. Возможно, но где эти мысли находятся на ступеньках? Лестницы вверх или вниз? Вниз очень комфортно спускаться, удобно, ножки бегут сами. Но в этом направлении нам вовсе не нужно ходить. Теперь о трех иллюзиях, которые я понял, что у меня развеялись, когда этот клик в сознании произошел. Иллюзия первая. Каждый из нас рисует у себя в сознании картину идеального себя. Я же хороший, я стараюсь, я надежный, я добрый. У нас огромное количество положительных качеств, которые нам свойственны, которые мы сами нарисовали. И вот она, картина идеального себя. И как он, такой подлез, может так плохо про нас думать? Он загаживает грязью мою картину идеального себя, думает каждый человек. Ошибка. Если кто-то плохо про вас думает, то он загаживает грязью не вашу картину идеального себя, а свою картину мира, частью которой вы являетесь. И если ему хочется швырять дерьмо на каждого, буквально этот плохой, этот плохой, либо этот плохой, допускай они в свою картину мира, хоть полностью дерьмом и закидай. Это его картина. Нам нужно отказаться от роли коммуниста, который каждому насаживает свое мнение. Вот так думай, вот это делай. И войти в роль капиталиста. Пускай они думают и делают, что хотят. Это их картины. И у каждого человека есть право разрисовать ее, как ему захочется. Первая иллюзия. Картина мира у каждого человека своя. У вас картина себя своя. Хочет закидать ее гадостями, пускай закидывает. Это его картина. Интересная была история. Мне было лет 18. И тогда в моде были пирамиды. Пирамиды такие большие штаны. Они расширенные у колени. Сейчас они, кажется, называются бананы. Это была униформа того времени. Это конец 80-х, начало 90-х годов. И мои родители купили мне такие пирамиды. Кажется, они отдали за них что-то около 260 рублей. Сумасшедшая сумма денег по тем временам. Тогда я гордился этими пирамидами. Сейчас я понимаю, что мне стыдно, что я у родителей столько денег взял на эти джинсы. Я примерял их перед зеркалом дома. И потом нахожу на полке вещей лежат семейные трусы, на которых изображены большие красные американские флаги. Я напяливаю семейные трусы сверху этих пирамид. И они прекрасно смотрятся. Они прекрасно обтягивают так, что кажется, будто бы трикотажная часть этих семейных трусов выполнила в виде этих пирамид, что это единое целое. В этом виде, в этих пирамидах и в семейных трусах, надетых поверх пирамид, я заваляюсь на центральную дискотеку города Тирасполь, города, где я родился и вырос. И на этой дискотеке каждый вечер собиралось более чем 1 тысяча человек. Люди, которые... И поскольку это была униформа того времени, каждый на меня смотрел. То есть тогда это был писк моды. Кто меня знал, подходили, трогали эти трусы. Боже мой, как же они прекрасно выполнены. Это было просто... Это все. Круче... Круче меня на той дискотеке не было никого. Так вот, вдумайтесь. Для людей, в их картине мира, они увидели человека, который был идеально одет. Он был одет в голубые джинсы с американскими флагами в верхней части этих джинсов. В моей картине мира я стоял посреди внимания всех людей в семейных трусах. Вот это просто доказывает то, что ваша картина идеального себя может оставаться какой угодно. Если люди кидают в вас грязь, они закидывают грязью их картину мира. Они вас хвалят, они кидают по хвалу, вы их картину мира. У каждого человека остается своя картина. Вторая иллюзия, которую я развеял в себе, когда этот крик произошел. Я понял, что если людям я не нравлюсь, либо кто-то другой не нравится людям, то вы не нравитесь не людям, а той части населения, которая видит в вас угрозу. Вдумайтесь. С чего бы еще люди вас критиковали, либо не любили вас, если они видят в вас угрозу? Все очень просто. Это люди, которые боятся вас, у них живет страх. И это универсальный механизм отгородить себя от тех людей, которым в вашей жизни вообще не место. Представьте, сколько сил они нам сэкономили. Эти люди слабые, а ненавидят других людей слабые люди. Они боятся вас. Это слабые люди. Они видят в вас угрозу. И они сами себя от вас отгородили. У вас даже возникает только огромное чувство благодарности каждому, кто вас не любит. Потому что в дальнейшем, если бы они себя от вас не отгородили, у вас были бы огромные проблемы с каждым из них. Это была бы дыра в вашем времени, в вашей энергетике и даже, возможно, в ваших деньгах. Поэтому, если кому-то вы не нравитесь, это просто огромная благодарность вызывается к этим людям, потому что иначе бы на них слишком много сил бы ушло. Интересная история была на днях. Мы с моей дочкой Сашкой собираем портфель, завтра ей идти в школу. И это ее первый класс. И она любит есть бублики на переменах. Мы кидаемся по кухне, смотрим в ящиках, бубликов у нас нет. Пап, поехали в магазин. Поехали. Недалеко от нашего коттеджного поселка есть сельский магазин. И туда мы с ней выезжаем. Я в спешке одеваю лыжную куртку и шорты. Сейчас осень, градусов 10, пожалуй, 12 на улице. Это не одежда для осени и вообще не одежда куда угодно выйти в таком виде. Приезжаем в магазин. В этом магазине раньше была хозяйка магазина, которая держала собачку. Она породы West Highland. Это очень красивая белая собаченция. Она была не очень дружелюбная, бывала даже рычала у нас. Но она очень симпатичная. И мы прозвали Мохнатый. Приезжаем, Мохнатого нет. Я говорю, Сашка, давай мы сейчас разыграем кассиршую и спросим, где Мохнатый. Давай, пап. Она обожает все мои выходки. Я склоняюсь над прилавком кассы и говорю девушке, которой я работаю в этом магазине. Да, кстати, а где Мохнатый? Девушка улыбается, потом смеется и говорит, а кто такой Мохнатый? Мы объясняем, что Мохнатый это собачка, которая раньше здесь бегала. Она говорит, что она работает здесь только месяц и Мохнатого не застала. Смотрите, что происходит. Она не осудила меня и не подумала обо мне плохо по одной причине, потому что она не видела во мне угрозу. Если бы она увидела во мне угрозу, то ее реакция была бы совершенно другой. Вторая иллюзия, которую нужно в себе разведить, то, что люди, которые нас осуждают, это не люди, это категория населения, которая видит в нас угрозу из-за своей слабости. Нам эти люди в окружении вообще не нужны. Не нравимся мы кому-то? Спасибо им за это. Потому что иначе отказать пишут бы нам. И во время отказа мы, до отказа, скорее всего, потратили бы огромное количество энергетики, времени и, возможно, даже денег на них. А так они сами исключили себя из нашей жизни. Огромная благодарность к ним только вызывается. Третья иллюзия. Есть такое понятие, что в 20 лет мы серьезно озабочены, что про нас думает окружение. В 40 лет мы научились себя не обращать внимания на меня и окружение. А в 60 лет, в большем сожалению, понимаем, что всю нашу жизнь на нас никто не обращал никакого внимания и про нас вообще не думал. Вот в этой поговорке есть лишь... Она очень смешная и интересная для понимания. И в ней есть зерно правды. Но настоящая правда заключается в следующем. Люди не просто про нас не думали, люди вообще не думают. Посмотрите на их достижения. Посмотрите, что люди делают по жизни. Они вообще не думают. У людей формируются эмоции. И все, что они делают, это прямое следствие эмоций, которые в них без их воли формируются. Люди не контролируют свои эмоции. Вы им либо нравитесь, либо не нравитесь. Но они не думали про вас. У них есть уже готовое мнение в виде эмоций. Поэтому первое, что мы осознаем у себя, то, что мы имеем очень малый контроль, буквально мизерный контроль над эмоциями людей по поводу нас, потому что они сами не имеют никакого контроля по поводу этих эмоций. И единственная эмоция, над которой у нас есть такой контроль, это уважение к себе. Вот уважение мы можем создать. Я рекомендую вам, думайте об уважении к себе как своеобразным воротом к эмоциям людей. Вызывайте вы уважение к себе, вы будете им нравиться. Не вызывайте уважение, вы не будете им нравиться. Вот, пожалуй, три основные иллюзии, которые нужно в себе развеять. Все. Вот именно через уважение лежит дорога к эмоциям к себе. Интересный пример был такой. Сейчас уехали мы белорусы, четверо ребят, строителей, которые работают у меня на участке дома. Они сделали прекрасную работу, они нравятся мне как работники, и, видимо, я нравлюсь им как заказчик. И уже собираясь, они празднули окончание строительного сезона, у них так принято, это уже второй или третий сезон у меня. И они приглашают у меня к столу, Александр, давайте с нами поедим сало. И у них много закатки, они привозят сало это, и все, они его постоянно едят. Ребят, спасибо, я сало не ем. Нет, давайте мы сядем, оно такое вкусное, вы же не знаете, давайте поедим. Каковы шансы у них убедить меня силой мысли, что я должен полюбить сало? Я просто его не люблю. Это эмоция. И я не имею полного контроля на этой эмоции, просто оно мне не нравится. Кому-то нравится, кому-то нет. Вот нужно это осознать, что у нас нет контроля над своими же эмоциями, над чужими так тем более. Очень важная вещь. Я резюмирую все, что я сказал в этом видео. И очень интересная вещь появляется сейчас на сайте askalex, на моем сайте .ru. Вы можете зайти на askalex.ru по ссылке ниже и загрузить конспект всего того, что было сказано в этом видео. Конспект в виде файла PDF со всей инфографикой, со всеми рисунками. Вам больше не нужно пересматривать то же самое. Вы можете в тех местах, даже когда вы не можете меня смотреть, и вы можете слушать, открыть этот конспект на телефоне и просто его просмотреть. Очень полезная штуковина. Ссылка прилагается под этим видео. Первое, что я предлагаю вам осознать, то, что клики в сознание, вот эти аха, моменты просветления возможны только если мы сами эти вещи проделаем. Мы можем их заимствовать у других людей, но они будут не такие глубокие. Чтобы самому прийти к развеиванию своих же иллюзий, проделайте следующее. Некоторые выходки перед окружающим, когда вы изначально делаете вакцинацию от мнения людей о себе. Я об этом рассказывал много. Есть видео «Как быть самим собой». Очень полезное видео на эту тему. Хорошие мысли есть в видео «Как сохранять фокусировку». Такие же есть мысли в видео «Как побороть стресс». Все эти видео я уже на YouTube публиковал, можете их посмотреть. То есть первое – это выходки ваши над окружающими. Второе – это публичные выступления. И третье – это искренность с окружением, с вашим. Знакомцы, незнакомцы, где угодно, нужно быть искренне. Это дает вам иммунитет от мнения людей о вас. И три иллюзии, которые у вас развеются, когда вы все эти вещи проделываете. Иллюзия первая. Если даже люди думают плохо про вас или просто засоряют ваш эфир, ваши мысли своим мнением, и слишком много их мнения, то помните, что их мнение никак не может испачкать вашу картину идеального себя. Они могут только загадить свою картину мира, частью которой вы являетесь. Вторая иллюзия, которая у вас должна развеяться. Вас не любят не люди, а та категория населения, которая видит в вас угрозу. И это прекрасно, что они так делают, потому что тем самым они остраняют себя от общения с вами, потому что показывают, что они слабые. Это люди боятся. Эти люди вам в окружении не нужны. Отгородились они, будьте им за это благодарны. И третья иллюзия, которую нужно в себе изначально развеять. Люди вообще про вас не думают. У них есть эмоции по поводу вас, которые они сами не умеют контролировать. Единственная эмоция, над которой у вас есть довольно-таки высокий уровень контроля, это уважение. Рождая к себе уважение, вы проникаете в их другие эмоции. И потом уже позднее они могут вас полюбить. Любить вас либо нет, это уже вопрос харизмы. И харизма – это принятие себя. Насколько ты хорошо себя принимаешь? Бывают случаи, когда люди с возрастом воспитывают себе высочайшую харизму. Как это произошло? Молодой был не харизматичный, сейчас стал харизматичный. Он полностью принял себя. Этот процесс принятия происходит обычно с годами, если вы делаете правильные вещи. Но на этом этапе просто осознайте, что независимо от того, на каком этапе вы находитесь в жизни, по уровню даже развития вашей харизмы, развития себя, у вас прямо сейчас есть только один способ контролировать, что люди думают про вас. Это через эмоции, потому что они вообще про вас не думают. Единственная эмоция под вашим прямым контролем – это уважение. Вызывайте уважение, а не пытайтесь понравиться людям. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.